Здравствуйте и добро пожаловать в Институт подросткового служения. Представьте, что ваш пастор сказал вам. Мы хотим, чтобы вы возглавили наше подростковое служение. С чего вы бы начали? Побежите искать лучшее пособие, какое только сможете найти. Спланируйте большую вечеринку для ребят, чтобы показать, что вы крутой. Самые по себе эти варианты неплохие, но чтобы построить надежное служение, нужен прочный фундамент. Что это за фундамент? Сегодня мы рассмотрим шесть основ необходимых для прочного фундамента вашего подросткового служения. Меня зовут Джон Герриг. Это видео первое из серии о правильном фундаменте для подросткового служения. Если вы хотите скачать конспекты к этому видео или найти другие видео из этой серии, зайдите на сайт ИПС. Мы можем много узнать о том, как начать и как продолжать служение, если рассмотрим, как действовал Иисус. Он знал, что его время ограничено, и поэтому у него должен был быть хороший план. В книге «Генеральный план евангелизма» Роберт Коумен говорит о жизни Христа следующее. «Христос открыл Божий путь покорения мира. Именно поэтому очень важно проследить то, как Иисус достигал Свой цели. В Его жизни не было ничего случайного, ни потраченных пустую силу, ни одного прочного слова. Он выполнял Божье дело. Он жил, умер и воскрес точно по расписанию. Как генерал, который планирует ход сражения. Син Божий рассчитал победу. Он не мог позволить себе рисковать. Он взвесил все возможности и факторы человеческой жизни и положил начало пути, который приведет к целой». Какой же план служения был у Иисуса? Дэн Спейдер изучил, как Иисус совершал служение, а затем применил его к подростковому служению. Он назвал этот план «Sun Life» в честь служения Иисуса, Сына Божьего. Это не единственный план для подросткового служения, но это тот план, который я сам опробовал на протяжении многих лет. В России мы называли этот план «Максима». Если рассматривать служение Иисуса, то можно увидеть четыре этапа, которые пересекаются. Первый этап – это подготовка для закладки фундамента для Его служения. С момента Своего крещения и до момента, когда Его отвергли в родном городе Назаретия, Христос служил в сельской местности в относительно неприметной манере. За первые полтора года Он совершил только два чуда, во всяком случае, которые были записаны. Но основание для Его будущего служения было заложено. На втором этапе Он готовил к служению команду. Христос проводил много времени с небольшой группой учеников. Он призвал их следовать за собой и стать ловцами человеков. Его приоритетом было служение немногим. Третий этап – служение публичное, и оно было нацелено заинтересованных людей за пределами группы. Христос привел свою небольшую группу последователей к Апернеуму и начал расширять служение, чтобы охватить народ, но в то же время Он продолжал обучать свою команду служителей. Четвертый этап наступил, когда Иисус выбрал двенадцать апостолов. Поскольку служение расширилось, Он разделил Своё служение с апостолами, которых обучал. Они должны были продолжить служение после Его ухода. В служении Христа мы видим определенную прогрессию. Христос не сразу выбрал группу лидеров для служения и не сразу начал проповедовать массам. Он заложил прочное основание и расширял служение поэтапно. Что же означает эти четыре этапа для подросткового служения? Прежде всего, Писание не требует, чтобы мы следовали тому же походу, что и Иисус. Существуют и другие хорошие программы для подросткового служения. Например, модель целой устремленного молодежного служения. Но план Максима был очень полезен для меня и многих других на протяжении многих лет. Когда человек приступает к служению подросткам, он, возможно, захочет изменить всё, что было до него. Но это в результате может привести к разочарованию и огорчению и подростков, и других членов церкви. Лучше работать над фундаментом, на котором стоит служение. При строительстве дома фундамент имеет решающее значение. Иисус показал нам это в своей притче о двух строителях. Рассматривая служение Иисуса, мы видим, что у Него было шесть приоритетов, которые мы можем использовать в качестве фундамента для нашего служения. Для того, чтобы лучше запомнить их, я использую окрастик символ. С – слово, И – Иисус, М – молитва, В – взаимоотношения, О – образ группы и Л – любовь. Давайте рассмотрим каждую из этих основ более подробно. Первая из наших шести основ – это Слово Божие. Иисус очень хорошо знал Слово. Даже в 12 лет Он поразил учителей своим пониманием Слова. Позже Он часто цитировал Писание, чтобы объяснить, кто Он, и показать исполнение пророчеств. Он часто говорил «написано». Как-то один подростковый лидер сказал, «Подростки устали от Библии. Они знают о ней все из воскресной школы. Нам нужно обсуждать актуальные деления к теме». Я был потрясен. Слово Божие – это наш хлеб насущный. И оно должно быть в центре нашей жизни и служения. Как это было для Иисуса. Следующая основа – Иисус. Иисус снова и снова учил о том, кто Он. Часто Он использовал словесные картинки. Он говорил «я есть хлеб жизни». «Я есть дверь». «Я свет миру». И так далее. В середине Своего служения Он в качестве теста задал ученикам вопрос. «За кого вы Меня почитаете?» Эта мысль должна быть в центре нашего служения. Третье основание для нашего служения – молитва. Иисус часто молился. Мы видим, как Он молился во время крещения, во время сорокодневного поста, в пустыне, перед тем, как творить чудеса, в уединении рано утром, в Гавсиминамском саду перед казнью и даже на кресте. Если Иисус, Сын Божий, так нуждался в молитве, то насколько больше мы. Мы должны ежедневно молиться за наших подростков. Можно организовать родителей, чтобы они молились за ребят и сообщать им молитвенные нужды. И мы можем научить наших подростков молиться. Когда мы работаем, работаем мы. Когда мы молимся, работает Бог. Четвертое основание, которое мы видим в служении Иисуса – это взаимоотношения. В Евангелиях мы видим, что Иисус углублял отношения с теми, кто был заинтересован. Когда ученики Иоанна Крестителя последовали за Иисусом и спросили, где он живет, Иисус сказал, пойдите и увидите. Иисус проводил много времени со своими учениками и даже назвал их своими друзьями. Но Иисус дружил с людьми и за пределами своей группы. Его даже назвали другом, мытрием и грешником. Кстати сказать, что большинство подростков взаимоотношения важнее любой программы. Подростки, у которых нет друзей в группе, обычно с временем уходят. Пятая основа – это образ вашей группы. Создайте позитивное представление группе. Те, кто видит вашу группу, что они думают о ней? Ожидают ли они чего-то хорошего или нет? Те, кто следовал за Иисусом, были полны интереса. Бог был с ними, и они никогда не знали, что интересного произойдет. Образ, который сложился у подростков о нашей группе, влияет на их отношение к обучению, а на их мнение о Иисусе. Если наша группа скучная, все будут думать, что и отношения с Иисусом, вероятно, тоже скучные. И они ни за что не пригласят своих друзей в скучную группу. Шестая основа служения – это любовь. Нам необходимо создать атмосферу любви. Иисус говорит, что именно так люди узнают, что мы Его ученики. Иисус доказал свою любовь к ученикам и к нам, положив за нас свою жизнь. Как сказано в первом послании к Коринфянам, мы можем совершать разные дела, но без любви мы подобны кимвалу свучайшему. В следующих шестих видео из серии «Максима 1. Основы подросткового служения» мы рассмотрим каждую из этих шести основ и то, как можно реализовать их в своем служении. В конспектах к этому видео есть небольшой тест для самоанализа, чтобы проверить, какая из этих шести основ слабая или вообще отсутствует в вашем подростковом служении. Если вы получили низкий балл в какой-то одной области, начните с видео по этой основе. Второй этап плана Максима – обучение других к служению. Подготовка к команде для подросткового служения. То, что мы никогда не должны делать в одиночку – это подростковое служение. Об этом будет другая серия видеокурса «Максима 2. Подготовка команды к служению». Если у вас здоровое подростковое служение, в фундаменте которого шесть основ и есть команда, которая помогает в служении, можно сосредоточиться на третьем этапе – расширять свою группу подростков. Затем, по мере роста группы, можно начать этап 4 и постепенно передавать обучение лидерам некоторую ответственность за служение. Скоро появляются видеоматериалы, которые помогут вам на этапах 3 и 4. Вот диаграмма всех этапов. Вы видите, что шесть основ никогда не стареют. Они всегда будут частью служения. Команда служителей, созданная на втором этапе, продолжает обучаться, а затем сама начинает служение. И так далее. Можно подумать, я всего лишь один человек, и у меня есть своя работа на полный рабочий день. Как я могу брать на себе такую объемную программу? В этом и заключается ценность такого плана – обучение лидеров и затем передача им части служения. Вы не одиночка. Не все время лежит на вас. Не работайте больше, работайте умнее. И как всегда, наше служение не наше собственное. Оно принадлежит Господу. И если мы попросим Его, Он даст нам силы, мудрость и лидеров, чтобы реализовать то, что Он хочет видеть в жизни наших ребят через служение. Наша задача – быть верным. Результаты приходят от Него. Итак, это обзор план подросткового служения Максима. Спасибо за просмотр. В следующем видео из этой серии мы рассмотрим первую из шести основ подросткового служения – Слово Божие. Мы ждем встречи с вами. И не забудьте посмотреть все материалы по подростковому служению, которые можно бесплатно скачать на сайте ИПС. Увидимся в следующий раз. Пусть Господь благословит вас. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!